Дорогие соотечественники! Дорогие друзья, сегодня у нас в авторской программе «Позиция» наш, я бы так сказал, традиционный гость Елена Горелова. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Я думаю, что экономика – это такая наука, которая, вот как ты сказала перед началом передачи, это наука, которая захватывает все абсолютно пласты человеческой жизни. Начиная от повседневных, надо решать конкретный вопрос, что купить, чего купить, чего не купить, где что-то заработать, что-то придержать, что-то выдвинуть. И кончая такими вещами, как мировой, допустим, энергетический кризис, продовольственный, финансовый и что угодно. То есть диапазон просто невероятный. Многогранная наука. Кроме того, наверное, ни одна наука так не связана с психологией, с психикой человека. Потому что мотивация – это вот только в последнее время, судя по количеству Нобелевских премий, которые получены, они именно посвящены проблеме мотивации. Вот эта теория, что человек, рациональное какое-то существо, которое там все подсчитывает, высчитывает, а все остальные, мол, вещи превходящие. Так вот, жизнь показывает, что это не так. Человеком движут страсти, движут какие-то страхи, какие-то надежды, какие-то вкусы, мода, да и много чего другого из того, что происходит в мире. И вот, одно из таких проблем, которые в последнее время высветились наиболее ярко, это проблема так называемого эстеблишмента. Что такое эстеблишмент для наших дорогих телезрителей? Эстеблишмент – это, грубо говоря, элиты. Это, скажем, сильные мира всего, властные мира всего, богатые мира всего, влиятельные мира всего. То есть те, кто берут на себя, так сказать, они говорят это тяжкую ношу, а мы видим, что порой эта ноша тяжкая не от народа происходит, а от собственных интересов и собственных, порой весьма шкурных и далеких, от государственных интересов, от общественных интересов за год. Вот, казалось бы, экономика, так сказать, она вроде как бы с политикой, вот с этим понятием элиты, эстеблишмента, мол, не взаимосвязана. А вот последние два события в Великобритании и разворачивающиеся сейчас вот эти баталии предвыборные в Соединенных Штатах Америки, а мы знаем, что и США, и Британия-то являются, ну, скажем, цитаделью эстеблишмента чуть ли не мирового, да, вот, оказалось, что там назревает определенное недовольство. И вот неожиданный успех Трампа, неожиданный, так сказать, неожиданный результат референдума в Британии показал, что массы этим самым говорят, нам надоело, что эстеблишмент продавливает свои решения мимо нашей воли, что он привык решать все за нас, а демократия и все вот эти права и свободы не более, как некая ширма, которая позволяет эстеблишменту чудить и вытворять, что ему вздумается любезному. И поэтому в этом аспекте, если мы посмотрим на эстеблишменты, скажем, европейских государств, наш собственный эстеблишмент, они, как оказывается, не шибко, не сильно отличаются друг от друга. Вопрос только в этой самой властной мощи, в потенциале финансовом, экономическом, военном и многое еще другое. То есть элиты как бы устраивают свои дела, договариваются с собой, но массам приходится это все расслебывать. И вот возникает такой вопрос, насколько ответственен не перед самим собой, а перед гражданами своих стран вот этот так называемый эстеблишмент, вот эти политические элиты, экономические, финансовые и прочие элиты. Ну, давай чуть-чуть, коротко я скажу, как я усматриваю эстеблишмент. В любой стране он существует, потому что существуют люди, которые влияют на общественное мнение, на мнение простых граждан, которые во многом, особенно в последнее время, формируют это мнение, используя различные технологии. То есть не просто влияют на фармировку, но и управляют потом этим. Да, конечно, используют. И которые принимают решения в тех или иных областях, в культуре, в образовании, в науке, в экономике, на всех рынках. То есть они, первые лица, то есть образуют такую группу, которая называется эстеблишмент, которые принимают решения. Мы переживаем в мире не только Молдова, но вообще мир переживает сейчас сложный период. И налицо во многих, вот я сказала, Америка, Евросоюз, наша Молдова, Украина, Британия, во многих странах складывается ситуация очень противоречивая. Когда эстеблишмент, который считает, что он как бы правильное решение принимает, готовит для своего народа, правильно влияет на общественное мнение. А сейчас, я повторюсь, очень много технологий, которые позволяют влиять на умы, скажем, формировать, влияют на умы и формируют общественное мнение. Вдруг оказывается, что те решения, которые принимаются и проводятся в жизни, они не соответствуют интересам, или, как ты говоришь, мотивациям людей. В экономике, в политике, в внутренней политике, внешней политике и так далее. Самая болезненная, конечно, экономика. Свой карман, как говорится, сразу люди ощущают молниеносно, что что-то здесь не так. Основная часть населения. Другие сталкиваются, у которых там дети, подростки, что что-то не так в образовании происходит. Что-то не так в миграционной политике. Вот те регионы, в которые хлынул поток мигрантов. Ведь не во все государства Европы, не во все города хлынули мигранты. Там сталкиваются с проблемами. То есть, что-то происходит такое. И это приводит обычно, ну, в истории, ты очень хорошо знаешь историю, обычно это приводит к смене эстеблишмента. То есть, к революциям. Скачок такой. Вот существует какая-то масса критическая, когда эстеблишмент принимает решения, которые люди не воспринимают как адекватные своим интересам, своим желаниям, своему видению настоящего и будущего. Ситуация взрывается, происходит смена. Вот все революции свидетельствуют об этом. И буржуазные, и капиталистические ранние революции, они говорят об этом. Сейчас мы видим, что вот последнее событие, о котором ты сказал, это Брекзит. Когда Камерон устраивал, проводил референдум, готовил его, он же инициатором был. Он был уверен. Блифовал против Евросоюза, это блифовался. Шантаж такой небольшой был. Чтобы получить три месяца. Конечно, конечно. Мы, мол, сейчас выйдем, если что не так. Естественно. И никто из серьезных экспертов на Западе, я просто за этим следила, не предвосхищал такого результата. Хоть отрыв маленький, небольшой, но никто не думал, что противники сохранения Великобритании в составе Евросоюза, они победят на выборах. Это был шок для всех. Прежде всего, для самой Британии, для британского эстеблишмента. И эстеблишмента стран Европейского Союза и общего руководства Европейского Союза. Шок. Я именно с этим связываю реакцию, которая последовала буквально незамедлительно. И Уолланд и Меркель, они сразу высказывают о том, что Британия немедленно должна подать заявление о выходе. И мы немедленно должны решить этот вопрос. Это говорит о том, что у них не было никакого решения, как они будут действовать, если действительно британцы проголосуют против Евросоюза. Я думаю, судя по всем заявлениям, которые продолжаются до сих пор, вот этот тон относительно Великобритании, которая внесла большой вклад в Евросоюз, не столько обиженность на британцев, мне кажется, сколько эта попытка... Скорее на британский эстеблишмент. Что же вы заигрались? Да, заигрались. Но это и с другой стороны сигнал для многих стран, что неповадно было, чтобы никому... Что вы будете знать, что если вы... А уходя, уходи. Да, но это не просто фраза из песни, да, уходя, уходи, это означает, что... Потому что вот их эксперты и их эстеблишмент западный, Европейского Союза, говорит о том, что в Великобритании не получится никаких особых преференций экономических после выхода из Евросоюза. То есть не будет... Потому что этот выход еще состоится, судя по давлению. Да, тоже вопрос. Мы помним, как пришел референдум в Нидерландах по поводу Ассоциации Украины с Европейским Союзом. Здесь может быть, но шансы небольшие, что Великобритания все-таки эстеблишмент решит сохранить статус нынешней Великобритании в составе Евросоюза. Скорее всего, скорее всего, что все-таки выйдет. Так вот, этот посыл, уходя, уходи, эстеблишмента европейского, значит, это... Британскому. Британскому. Не только британскому, всем странам Евросоюза, у которых... Чтобы все видели. Все видели, как мы с вами поступим. Никакой зоны свободной торговли, никаких преференций там в финансовых рынках. То есть ничего. Отделились и все. То есть это тут, как говорится, с одной стороны посыл британцам, с другой стороны посыл всем остальным. Потому что они испугались, что тут же французы начали поговаривать, да и не только французы. Даже в самой Германии там появились центры. В Финляндии, во Франции, ну и есть другие страны. Молчим про Каталонию, молчим про Корсику, про страну Гасков, Грецию и так далее. То есть перечень стран достаточно больших, всем показали тем самым. Но я не хотела бы выступать таким оголтелым критиком руководства или эстеблишмента Евросоюза. Просто об этом говорят очень многие зарубежные эксперты. То есть из Франции, из Германии, из той же самой Англии. Что у них кризис эстеблишмента. То есть кризис руководства самого Евросоюза. Особенно последние 2-3 года. Они не могут справиться с проблемами, которые касаются непосредственно... И которые сами же породили. Во многом, да. Ну давай посмотрим. Сами породили. Согласны. Украиной, где, как говорится, они участвуют в нормандском формате. Германия и Франция. Тоже ситуация... Дай бог, чтобы она заморозилась. Потому что мы до сих пор видим эти страшные картины, что люди стреляют друг в друга. Граждане одной страны фактически. И одной национальности. Русские, украинцы. Я имею в виду в одном государстве. И по поводу Британии, вот такая нервная, неадекватная реакция эстеблишмента, да. Да, и кстати, среди населения, говорят, как-то очень жестко вдруг проснулся вот этот британский национализм и нетерпимость. И почему-то по отношению к полякам более всего. Что вы понаехали тут и так далее. Хотя те вроде белые и христиане. Понимаете... Парадокс. Это не только в Британии. Это во всех старых членах Европейского Союза. Страны, которые, в общем-то, вложили... Просто там это не проявляется так ярко, как тут после референома. Проявляется, проявляется. Это проявляется, это накапливается. Это накапливается. Но проявился вот такой выбух именно в Британии. Именно в Британии. Прорвал. Именно в Британии. Но это накапливается и неизвестно, чем это закончится. Я просто вспоминаю, когда Меркель, первой группой многочисленных мигрантов прибыли из Северной Африки, из Сирии, из Ирака, из Афганистана, она говорила о том, что для Евросоюза это не проблема, что мы справимся. Мы справимся, не справляются. Это говорит не о том, что они глупые люди, что они не понимают, а что решения, механизмы выработки решений, механизмы принятия решений, когда они обязывают всех, они не смотрят на интересы национальные, национальные интересы каждой страны. Они все дальше и дальше на третьем, на десятом плане оказываются. И в оголоку ставятся какие-то общие интересы. И люди не понимают. Тот же самый поляк или серпл не понимает, какой же такой общий интерес у них, что мне от этого выгоды никакой нет. Напротив. И эта ситуация продолжается давно. Я помню, лет 5-6 назад муссировался вопрос, ну так муссировался громко сказано, но он проговаривался в высших эшелонах власти в Евросоюзе о реформировании самого Евросоюза. И структур, которые управляют. То есть процесс принятия решения должен быть реформирован. Но это как-то застрелилось. Сейчас, вот в связи с миграцией, в связи с Брекситом, в связи с ситуацией в отдельных странах, в связи с тем, что не все страны и группы населения согласны с санкционной борьбой с Российской Федерацией. Много очень проблем накопилось. Они накапливались очень давно. В связи с этим, оно видно, что на повестке дня этот вопрос должен быть решен. И я не уверена, что он будет решен эффективно. Вот этой уверенностью мне бы очень хотелось, чтобы Евросоюз развивался. Их реакция неожиданная. Уже об этом говоришь. У них нет плана. Я не ожидала. Для меня было шоком не столько решение Британии, сколько реакция лидеров Евросоюза. Я смотрела по Евроньюз заседания Европарламента. Немцев и так далее. Меня тоже шокировали. Они говорили очень жестко. Уходите. Мы с вами не будем продолжать никаких привилегированных отношений строить. Таких, как у нас, допустим, есть из Швейцарии, из Норвегии, из Люксембурга. Этого у вас не будет. То есть вы будете совершенно автономны от нас и делайте, что хотите. То есть это не уровень политиков, которые берут на себя ответственность не за одну страну, а за 28, но теперь уже 27. Через два года и официально будет 27 стран. То есть эстеблишмент Евросоюза, на мой взгляд, он не дотягивает до тех вызовов, те остроты проблем, которые ставит. Мало того, не усугубляет. Мне бы очень не хотелось наблюдать процесс распада Евросоюза, я честно скажу. Да, хорошего мало будет. Хорошего будет мало и с самим европейцам, и с странам-соседям, и вообще в мире. Это же глобальное объединение. Не шутка распада Евросоюза. Да, полмиллиарда человек с такой историей, с такой культурой. В каждой стране имею в виду. Не хотелось бы, но пока я не вижу. Я вижу, честно тебе скажу, больше угроз для существования Евросоюза, для его развития, скажем, чем выходов и факторов, которые обеспечивали стабильность. Угроза для Евросоюза, на мой взгляд, сейчас я экономист, поговорю чуть-чуть, да. Первым вот таким фактором экономических внутренних угроз и напряжений, скажем так, непротиворечия напряжений, это были события в Кипре, помнишь, когда было обрушение банков. Кстати, вот вопрос так по ходу, чтобы не забыть. Ведь тогда было впервые нарушено, в наглую, просто невероятно, ну, право собственности, там, все эти вот права и обязанности банков. Просто взяли, состригли с вкладчиком. Да, это было несправедливое решение. И все промолчали как-то? Это накапливается. Я думаю, киприоты, которые, ну, живут там, или которые не построят вкладчики в банках, или там, может быть, минератальные акции, они все это помнят и почувствуют. То же самое. Вы бы говорили, если у нас сперли миллиард, то я думаю, там сколько миллиардов, уж жуть сколько. Там же огромные вложения были, зона-то а-ля офшор, и я себе представляю, какие капиталы погремели. Потери были большие, и Евросоюз тогда не бросился бы спасать по кип. Я помню, вот сейчас приведу, это может быть не очень интересно, но я смотрела репортажи тогда по Кипру, да, и следила за информацией, тоже Евроньюз. И стоят люди с плакатами, это, видимо, и вкладчики, и миноритарные акционеры, и простые люди. И вдруг вижу плакаты на русском языке. Россия, спаси нас. Это Акип, член Евросоюза. Акип, в офшор, в отделе никто не спрашивал государства, когда вляпались Россия спаси. Республика Кипр является членом Европейского Союза. Она не на последнем месте по уровню развития. И там вроде бы как бы все в ажуре было. И вот когда случилась такая беда, вот банковская финансовая фиаско потерпела страна, Евросоюз не предпринял тех действий, которые он должен был прийти. То же самое с Грецией. Греция держит очень давно, много лет на этой долговой игле. И вливание в Грецию со стороны Европейского Союза, то есть Европейского Центрального Банка, и со стороны Международного Валютного Фонда, они же осуществляются таким образом, что мало денег в самой Греции остается. Основная часть денег, это отправляется ее кредиторам, тем же французским компаниям, частным фондам и пенсионным фондам на обслуживание долга. То есть возвращается в те же самые страны. Грекам я про греков, я наверное говорила, если про греков говорю, а грекам предписано политиков, с которой Ципрос был вынужден просто согласиться, другого выхода нет, это сокращение расходов. То есть опять за счет социалки, за счет занятости, за счет людей. И мы опять говорим о том, что вот этот кризис между эстеблишментом или властью, которая принимает решение, формирует мнение общественное, влияет на него и населением, бизнесом, оно сейчас, для меня, например, в Европейском Союзе абсолютно видно. Абсолютно видно. Распад такого фактического континента, это к хорошему не приведет. Да, согласен. Историю мы с вами помним, Первая мировая война, Вторая мировая война, чем это заканчивается, это большие опасности, и не только человеческие и так далее, но и экономические, финансовые. И все это повлияет, ведь Евросоюз вовлечен в торговлю, в экономические отношения, в инвестиционные процессы со всем миром и отразится на всех. Сейчас все это глобализовано, нравится кому-то глобализация, не нравится, но она есть. Вторая опасность, о которой я хочу сказать, и очень серьезная, это то, что Соединенные Штаты уже несколько лет, по-моему, года три, они пытаются подписать с Европейским Союзом, как с организацией, соглашение о трансатлантическом инвестиционно-торговом партнерстве. Это тоже, я вижу, большой риск. Тебе не напоминает это договор об ассоциации Молдовы с Евросоюзом? Слегка напоминает, но у них все-таки разность. Масса денег и обязанностей куда покруче. Если у нас проблема в том, что у нас слишком большая разность потенциалов между Европейским Союзом и Молдовой, огромная пропасть, И наша малость в абсолютных размерах. Да, и повлиять мы не можем, то здесь примерно, как говорится, весовые категории примерно одинаковые по весу, да, по той же численности населения, по объему валового внутреннего продукта. Но по сути они разные. Вот экономика стран Европейского Союза, она отличается некоторой социальной традиционностью. У них всегда были высокие налоги, которые направлялись на поддержку слабых слоев населения, на образование, на культуру. То есть их экономика, она более социальная имеет характер, чем как построено, да, и управление этой экономикой. Да, традиция. Поэтому высокие налоги. А в Соединенные Штаты Америки это страна, в которой налоги ниже, то есть уже, как говорится, здесь преимущество на стороне американцев. Американцы более мобильны в бизнесе, менеджмент у них более такой мобильный и глобалистский, чем европейский. И поэтому субсидирование сельского хозяйства, хоть она маленькая и там, и там, но все равно оно влияет и на цены, да, и на обеспеченность продовольствия, на многие вещи влияет. На доходы тех же самых фермеров. И в Соединенных Штатах намного меньше, чем в странах Европейского Союза. То есть если сравнивать максимальное финансирование сельского хозяйства в странах Евросоюза, теперь возьмем такую проблему, в Европейском Союзе существует общий бюджет, общие фонды, которые, как говорится, каждая страна вносит свою лепту, а потом эти фонды распределяются на региональное развитие, на рыболовство, на сельское хозяйство, на инфраструктуру и так далее. То есть такой консолидированный бюджет, который идет не так, как обычно в рамках национального государства, да, а распределяется по государству. Это тоже расходы крупных стран, которые они, в общем-то, направляют на поддержку менее развитых стран. Соединенные Штаты этим тоже не обременены. И поэтому со всех точек зрения мне кажется, что вот это будет не партнерство, а это будет усиление конкуренции, в которой не все европейские компании выиграют. То есть американский эстаблишмент берет под свое, скажем, под доминацию европейский эстаблишмент? Да. Это сложный вопрос, потому что... Так получается? Да. Это очень сложный вопрос, потому что вот отдельные исследования по секторам говорят, где могут европейцы выиграть, где американцы, где у них будет взаимная выгода. Я не уверена, потому что часто сталкиваюсь с исследованием, в том числе вот то, о чем ты говорил, по Молдове, соглашение об ассоциации, да? Очень напоминаю. Было проведено исследование, где прогнозировалось, что у нас краткосрочные перспективы ВВП вырастет на 3%, экспорт на 16%. Инвестиции пойдут. Инвестиции. Ничего этого не случится. Но это официальные исследования по заявке Еврокомиссии были выполнены солидной компанией консалтинговой. И ничего не подтвердилось. Поэтому я в последнее время очень слабо доверяю. Не потому, что я не доверяю методологиям. То есть подтвердилось, что ничего не подтвердилось. Очень динамичный мир. Экономический, финансовый, социальный, политический. Очень динамичный мир. И в таких условиях прогнозировать себя не уважать. То есть прогнозировать нужно, но не уважать в том смысле, что не рассчитывать, что этот результат сбудется. Вот я смотрела, как на Западе реагируют на возможные экономические последствия выхода Великобритании из ЕС. Ты знаешь, такого большого спектра мнений я ищу от серьезных людей, я еще не слышала. Одни говорят, что... Если же решение, может вообще их не считать и не верить, и коль скоро такой разброс. То есть никто пока сейчас из серьезных аналитиков не говорит о том, что последствия будут такие и такие, это будет... То есть консолидированного мнения науки, исследователей нету? Нет. Вопрос, видимо, и не прорабатывался, никто не ожидал. И никто не думал о том, а что же будет, план Б, вот этот, если Великобритания выходит. Да тут вообще конь не валялся, никому в голову. Как это отразится на экономике Евросоюза, как это отразится на Великобритании, никто сейчас просто не знает. Я думаю, в таких условиях нужно действовать очень осторожно, не гнать срочно Великобританию, не требовать от нее немедленного заявления. Нужно всем успокоиться и, возможно, готовить почву к тому, чтобы установить в Великобритании какую-то форму отношений, как они устанавливаются с третьими странами. У них, например, с Турцией таможенный союз, вот у Европейского союза существует таможенный. Зона свободной торговли, Европейская ассоциация торговли, там четыре страны, да, Исландия, Норвегия, Швейцария, Люксембург. То есть у них есть разные такие, вот с нами вот соглашения о зоне свободной торговли с Украиной и с Грузией. То есть у них есть разнообразные формы сотрудничества со странами, которые не входят в сам Евросоюз. И я думаю, что вот это было бы правильнее. Я находился, скажем так, под некоторым доминатом, диктатом, как у вас. Не обязательно, не обязательно. Не, ну смотри, только наши что-то тут пытаются там, ну когда наши чудят, как-то и Венецианская комиссия, и Европа так на это смотрит. Ну, там, мол, отсталые, темные, ничего, мол, особо не происходит. Но как только они пытаются проникнуть на рынки, что-то, какие-то льготы, тут следует очень жесткая реакция, и всех ставят быстро на места. В этом плане, я думаю, все-таки контроль разрушит. Читай, когда подписываешь что-то, очень внимательно, а в экономике нужно очень много раз пересчитывать и считать. Потому что, естественно, то, что мы подписали, никаких преимуществ я пока не вижу, на ближайшие 3-4 года у нас не будет. Никаких преимуществ в торговле с Евросоюзом. То есть не будут нам широко открывать двери Евросоюз, у них есть требования, которые должны выполнять, мы их выполнить не можем. Одно дело, маленький пример, одно дело, стандарт качества или технический регламент принять, правительство может каждый день штамповать и принимать регламенты. А другое дело, когда наши производители, находясь в такой, не побоюсь этого слова, экономической бедности, чтобы они его применили. Как произвести молоко или как произвести джем по этим стандартам, сколько ему нужно денег, сколько ему нужно на технологии и так далее, переобучить рабочих, менеджмент и так далее. То есть это просто неприменимо? Да, сейчас я не вижу, и я не вижу, кроме бумаг по отчету правительства, реальных действий с бизнесом. Экономика держится все-таки на бизнесе, и бюджет держится на бизнесе, и работа, которую люди имеют, тоже образование, здравоохранение, это все держится. Я этого, этой связки пока не вижу. Поэтому так вот, Виктор, вот такая ситуация, если то подвести такой маленький итог, то, о чем я говорю, в мире неспокойное. То есть эстеблишмент мировой, региональный, национальный, во многих странах, я не говорю, что это во всех странах, да, но во многих странах он перестал быть... Оторвался реальный, живет своей жизнью. Он перестал быть адекватным. И не дай бог, если будут революции. Не дай бог. А теперь... Слишком много в истории было революций. И слишком настрадались. Вот эта гирлянда пошла этих весен всяких, там, этих цветных, оранжевых, всяких померанчевых. Как ты говоришь, все-таки внутренняя основа для этих революций была. На голом месте. Рвануло. Что бы там ни говорили о Штатах, но все-таки почва была создана. Поэтому мир сейчас очень большой, глобализированный, информационно весь связан, вот эта вот сеть информационная, все новости расходятся мгновенно, люди реагируют, много событий происходит. Растет недовольство людей. Поэтому здесь нужно более мудро поступать. Эстеблишмент. Он должен расти. А если он не соответствует, его надо менять. Выходить на выборы и менять. Что и происходило в течение веков. Да. И тогда вот такой вопрос. Возьмем наш, скажем так, городской эстеблишмент. Вот я смотрю эти ребятки, вот идешь по родному городу, то есть как бы опускаемся на землю, вот у нас вот выйдем, сейчас с тобой за ворота, за дверь, за ворота. И это сразу начинаешь ощущать, как тебя трясет в машине, как тыкаешься двигаясь с внуком или с внучкой по дороге. Что тут оно, вон оно, кричит, вопит. И меня поражает, что вот наш этот эстеблишмент, там тот эстеблишмент хоть вид подает какой-то, что он якобы там заботится об обществе. Да может кое-что. Нет, и заботится. И реально. И заботится, да. Это длится уже, яма на яме там, это. И тут вдруг пошла. В одном месте перекопали, в другом яме. Везде так, как эта курица, это самое, проезжать там невозможно. То работа остановлена, в другом месте. У меня такое впечатление, что эти ребята сейчас вытворяют вот что. Чувствуя какие-то неприятности для себя, они те финансовые ресурсы, что имеют, впихивают как можно больше проектов, чтобы снять, как говорится, моржу, сливки, отпилить и так далее. Ну а там будем видеть, что будет. То есть создается впечатление, что это не безответственность, потому что можно требовать от ответственности от того, кого ты выбрал и считаешь, что вот он выражает, так сказать, какое-то служение тебе, избирателю. Но избиратель нас уже стал понимать, что никто там ему служить не собирается. И тут создается впечатление, вот такое устойчивое, что идет просто какое-то дикое расхищение муниципальной собственности, государственной собственности. Такое впечатление, как пир во время чумы, вот что-то такое. Почему наш вот establishment, как мы его называем, даже слово как-то к нему не очень лепится. Вот почему вот такое какое-то архаическое, варварское, клановое какое-то вот такой менталитет совершенно не европейский, совершенно не современный. Как будто мы вернулись в дикие времена, когда там, значит, банда атамана такого-то, там гайдок такой-то, там и ребята калашматят и купцов, и этих обывателей, и государственную мощную казну. То есть вот такое впечатление, что как бы вот эти ребята, наш establishment, они как, ну не знаю, такое впечатление, что какое-то безумие, что ли, какая-то потеря розума, как говорится. Что это такое? На первом месте... Это же уже как никуда. Это, на первое место я бы поставила непрофессионализм. Я вот заметила, что с момента приобретения независимости, вот как мы стали действовать, развиваться, каждый новый эшелон управленцев или establishment, он слабее профессионально и морально, чем предыдущие. Это называется деградация. Причем деградация и профессиональная, и личностная. То есть вот этот вседозвол. Понимаете? И когда вседозвол, одно тело умному диктатору дается вседозвол. И который берет в руки, как Черчилль спасал Англию. И не только. Таких примеров очень много. И в Юго-Восточной Азии. Да, спасали. Это одно дело. И заведомо ясен, какой будет результат. Первая очередь, наведение порядка в стране и вывод ее на какую-то траекторию развития, разумную траекторию. И другое дело, когда вот этот вседозвол позволяется или этим пользуются люди непрофессиональные. Понимаешь, это не только проблема наших управленцев. Вот твои родители, бабушки, дедушки, мои родители. Вот как у нас все развивалось еще в советские времена. Я не ностальгирую по советским временам. Каждое следующее поколение было умнее предыдущего. Образование, культурнее. Больше знали, больше видели. Хотя мы жили за железными занавесами. То есть прогресс? Был прогресс. Ты говорила о регрессе. Да. Мы наблюдали прогресс. Был прогресс. То же самое было в управлении. Везде был прогресс. Можно говорить о недостатках и так далее. Это совершенно другой вопрос. Но каждое новое поколение приходило более подготовленным, более грамотным. А сейчас я наблюдаю за наши 25 лет наоборот. Каждое следующее поколение. И мне просто больно. Очень много ребят, девушек, юношей умных, способных. Но те, которые занимают какие-то посты в государстве, которые сменяют старые профессиональные элиты. Значит, у них другие задачи. Можно так сказать? Среда. У них другие задачи. Вот ты говорила о гаражах. Гребить. Нет. Вот их задачи. Я хочу их защитить. Ты говорила о том, что у нас деградация. Нет, я говорю прямо деградируешь. Деградация. Ты начал с города. Я почему подвожу? У нас то же самое на уровне страны. Среда. Вот среда, которая все это формирует. Если у тебя идет деградация культурная, нравственная, экономическая и так далее. Но какое поколение, если в этой среде оно формируется, оно может быть выше предыдущего поколения по каким-то параметрам? Наверное, нет. Если среда ухудшается. То есть, если экология ухудшается, можно ли рассчитывать на то, что следующее поколение будет здоровее предыдущего? Наверное, нельзя. Так же в политике, так же в экономике. И это самое страшное. Я говорю, потенциал есть. Много младых людей и патриотично настроенных, и образованных, которые могут, хотят работать. Да, но не они правят, не они у кормушки. Не они правят, даже если у кормушки. Внимание, слово «кормила», правление, да, «кормила», оно имеет свой второй смысл от слова «кормиться». Вот помнишь, я часто говорил, что нельзя забывать историю. Вот как давали, накормление. И вот это еще со времен господарей, бояры, справникам, вот это дается территория или какая-то отрасль накормление. И вот жутко то, что вся эта архаика, клановая, вот эта допотопная, феатальная, она как будто начинает воспроизводиться. То есть число образованных молодых людей, знающих иностранные языки, владеющих всякими электронными технологиями, прекрасно ориентирующимися в среде интернета и многое-многое другое, как-то получается, что они лишние в своей стране, они ненужные. А у власти какие-то мурланы, вот такие вот пачки тупые, у которых мозги заточены только на дно. Вот дали накормление, надо урвать, отдать шефу и дальше по цепочке. Деградация идет. Вот это ужасно, на мой взгляд. Понимаешь, ты начал с Кишинева. То, что происходит в Кишиневе, происходит, я думаю, в районах и во многих-многих-многих селах, где, в общем-то, и ресурсная база нищая, в общем-то, и развитие. И оттуда видно, отток населения в основном у нас идет из сел. То есть люди уезжают в основном из сел, перспективы нет. В советское время было понятие, бесперспективные деревни. Но тогда, я просто помню эту историю, их высчитывали. То есть смотрели по демографии, будет ли эта деревня перспективная, то есть будет ли прирост там населения и так далее. По разным параметрам. Далеко ли она промышленно? Переписи последние? Нет. Так вот, так она исчезала и пропадала. Так вот, это происходит на уровне села, на уровне района, на уровне столицы, Кишинев, да, визитная карточка страны, но это же не визитная карточка, лучше бы ей не пользоваться вообще, да? Как карточка. Как карточка. На уровне руководства всей страной. Не Кишинева, а всей страной. Вот это вот деградация. И у нас тоже, судя по событиям, вот по многочисленным минингам, которые вот в прошлом году были, люди выходили, по тому, что люди пишут в прессе, в соцсетях, обменится мининг, говорит о том, что вот это противоречие, это действительно противоречие, антагонистическое противоречие, да, между эстеблишментом. И народом. И народом оно возрастает. Возрастает, да. Ну что, к сожалению, время как-то пролетело даже, как говорится, я не знаю, как для тебя, для меня, но пролетело, я даже как бы... Ну главное, чтобы было хоть что-то полезное или интересное для телезрителей. Да я думаю, что самое главное, это чтобы... Вот меня часто спрашивают, вот Виктор Иванович, вы там анализируете, критикуете, а вот что делать. И я всегда отвечаю, думать, думать, изучать ситуацию. И когда идете на выборы, и когда принимаете какое-то решение от людей, очень многое зависит, значит, это прежде всего думайте, потому что профессор Преображенский бессмертно прав. разруха начинается в головах людей. И если мы будем упорядочивать то, что в наших головах... Бесспорно. Вот это и большое спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо тебе, родная. Дорогие соотечественники, вот и подошла к концу очередная авторская программа «Позиция», где мы услышали, на мой взгляд, очень взвешенные, очень продуманные и по-человечески очень мудрые речи Елены Гореловой. Человек, который прошел по всем уровням, начиная от уровня младшего исследователя и кончая заменестителем министров. То есть человек, который знает всю эту кухню и знает все эти вещи не понаслышке, а и собственного богатого опыта. Спасибо за внимание. Берегите себя и знайте, что человеческий мозг – это машина, о которой Карл Марс как-то сказал. Это одна из самых непобедимых крепостей. И поэтому, когда этот мозг не завален кашей, не завален разрухой, глупостями, всякими соблазнами и всякими фальшивыми идеями, которые в него втюхивают и впихивают и пресса, и телевидение, и не только наше, и международное, только в этом случае человек становится мудрым. Человек начинает понимать жизнь, и самое главное, он начинает понимать, что когда он идет на выборы, он может что-то решить в своей судьбе. И когда он выходит на улицу, тем более. Спасибо за внимание. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин